16 сентября день Василисы Назван в честь святой мученицы Василисы Ей было всего 9 лет, когда ее привели на суд Правитель надеялся склонить ее к почитанию языческих богов ласками и обещаниями Она не согласилась Тогда били ее по лицу А траковица благодарила за сие бога Сняли одежды и били розгами Она воздала еще больше благодарения Господу Правитель повелел бить еще сильнее Все тело ее покрылось как бы сплошную язву Она воскликнула Боже, благодарю тебя за все сие В народе говорили Если Василиса пришла, то надо Поторопиться сольном, собрать и подготовить для последующей работы Сегодня было принято наводить в домах порядок Выбрасывать все ненужное, накопившееся за лето Ненужные вещи и мусор сжигали вместе с картофельными очистками Так как это предвещало счастье на весь год Помимо этого развешивали вокруг огорода на столбы крыши домов различную рухлядь Считали, что это защитит скотину урожая Дом и двор от дурного глаза и нечистой силы Считалось, что если завистливый дурной человек Увидит большое количество вещей То это рассеет его внимание А значит распылит его силу И он не сможет кого-то сглазить Сегодня промывали и развешивали для просушки мешки В которые собирали картофель А также собирали урожай поздней малины и яблок Приметы Сегодня надо собрать весь мусор в доме и сжечь Тем самым приобрести на осень благополучие Сегодня я расскажу о сладостях О сладостях, которые можно и нужно использовать Для укрепления своего собственного здоровья Это абрикосы Так как в это время абрикос нету Лучше всего вот такие вот сушеные абрикосы использовать Это самое лучшее Их надо размочить И они у нас станут вот такими вот А для этого просто-напросто их заливаете талой водой Не кипятком, а талой водой Оставляете на ночь И у нас вот такие вот абрикоски становятся Далее Мы с вами будем использовать хурму Вот такая хурма сушеная Мы также поступаем Берем Сдаливаем ее на ночь Обычной водой Не надо кипятком Вот они разбухают Воду мы сливаем И продукт готов Мы их выкладываем Берем тарелочку И выкладываем Смотрите Вот у нас получилась хурма Содержащая наиболее лучшие углеводы И в отличие от конфет И хурма И сушеные абрикосы Еще содержат к тому же клетчатку Для того, чтобы сахар не сушил нас А наоборот Помогал нам очищать желудочно-кишечный тракт Теперь смотрите, что я делаю Да, и еще мы будем использовать Опять-таки проросшую пшеницу И в качестве свежущего материала Мы будем использовать с вами мед Лучше всего мед использовать цветочный И получается, что хурма Сушеные абрикосы И пшеница Все это, да, и мед Все это углеводы Быстрые углеводы Но так как они содержат еще у нас и клетчатку Все-таки они будут всасываться Более-менее нормально В желудочно-кишечном тракте И не вызывать резкого повышения сахара Как это делает Та же конфета Тот же сахар Но в любом случае Использовать все-таки надо Их будет осторожно Итак, для приготовления Мы берем с вами хурму Размочили ее И будем все это перемалывать Делать однородную массу Для этого Мы должны хурму подготовить Так как здесь есть косточки Мы эти косточки должны удалить Иначе поломаем нашу мясорубку Смотрим Есть ли здесь косточки Ага Вроде бы как здесь нету Теперь поперек Нету Еще разок Ага Вот она косточка одна есть Видите Вот ее-то надо и убрать Чтобы не поломать нашу Замечательную Мясорубку Подготавливаем вторую Разрезаем поперек И смотрим Здесь нету А здесь и здесь нету Ага Нет Вот все-таки имеется Поэтому достаем Косточку И аккуратненько ее Отделяем А тут не одна косточка А целых две Вот они какие Удалили Ну и еще остается у нас Две хурмы Это мы с вами удаляем Нам не понадобится Режем пополам Сразу чувствуется Нож натыкается На косточку Это хорошо Что она обнаружилась Так Мы ее удаляем Все Больше косточек нету И последняя хурма У нас осталась Разрезаем Вот таким вот образом Ну Какая Твердая Твердая Действуем наоборот Режем Вдоль Так И смотрим Что у нас тут Твердого такого было Угу Косточка Имеется? Имеется Вот она Больше нету косточек Теперь Теперь здесь Смотрим Что у нас Косточек Нет А имеется Вот такая вот Древовидная Плодоножка Вот так вот Мы ее Обрезаем Все Хурма у нас Подготовлена Так Можно Перемалывать Благодарю за просмотр Если вам понравилось Видео Ставьте лайк Звоните в колокольчик И подпишитесь на канал Ваше участие Развивает канал И способствует Его продвижению Вы можете посетить Бесплатно Мою авторскую библиотеку На сайте Малахов Про Доброго здоровьица И до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok